Так, ну поздравления все равно не войдут в эфир, так что это пропускай. Спорт у нас сейчас впрямую вывязывается с политикой, а с недавних пор это становится делом богу угодным. Вы недавно прибыли из Ватикана, встречались с Папой Римским, и Папа уделял огромное внимание вот этой проблеме, связанной со спортом. Донесли ли вы какую-то позицию России относительно тех скандалов, которые произошли в российском спорте в последнее время, связанных с ВАДА? Ну вообще такой интересный опыт, что мог предстоить, допустим, несколько месяцев назад, что Папа Римский соберет в Ватикане большую политику в лице Пан Гиммуна, Большой спорт в лице президента Международного Олимпийского комитета и церковь. Ну помимо князя Монако было много членов МОК, очень влиятельных. Примерно человек 20 я увидел там, это одни из самых таких опытных, старейших, влиятельнейших членов МОК. Вот, приехал представитель семьи Кеннеди. Один из Шрайверов, который сейчас возглавляет специальную Олимпиаду, это то, что план Кеннеди в свое время забрал кураторство. И, в общем, очень интересно развивать этот проект. Кажется, я был на одном из таких мероприятий в 2003 году, по-моему, когда в Ирландии полный стадион 100 тысяч, не знаю, там 20, наверное, первых леди приехало, и весь Голливуд. Вот, самые крутые музыканты, в общем, волонтеры, которые работали с этой специальной Олимпиадой, я знаю, там было 100 человек на место, такой большой конкурс. Вот, большой бизнес, кстати, от Кока-Колы до, там, не знаю, крупнейших других мировых компаний. Сейчас вытекает. Я до сих пор не могу понять, почему в таком формате, вот в это время, это все случилось. Скажу еще раз, сложно себе представить, какое-то время назад, что это могло было быть. На самом деле, что-то новое зарождается, вот, хотя сложно было понять в эти два дня, но очень активно все выступали. Говорили о том, что спорт сегодня одна из главных составляющих единения, мир очень хрупкий. Мы услышали это выступление кардинала, который курирует культуру Ватикана и того же Пангимона, и говоря уже о Томасе Бахе, который не отходил от Папы Римского, все это, в общем, мероприятие. То есть, что-то новое зарождается, этот формат, который, наверное, мы все-таки же поймем в ближайшее время, куда-то, в общем, нас будет выдвигать. Очень интересно все это произошло, конечно, очень такое сдержанно пафосное открытие с речами, с присутствием на сцене представителей других конфессий. Кстати, Русская Православная Церковь тоже была приглашена, но, в общем, представитель приехал только на следующий день после открытия. Вот замечательный концерт с величайшими исполнителями, вот банкет, да, как положено, прием. На следующий день сессии по направлениям, сначала было общее такое заседание, они пригласили туда девочку из Талибана, которая, в общем, через спорт выбилась, живет сейчас в Канаде. Вот, они эту тему подняли, что, в общем, спорт может это все. Очень пафосное выступление в хорошем понимании было насчет спортсменов-инвалидов. То есть, на это тоже, в общем, обращается серьезное внимание, и, мне кажется, будет создан какой-то фонд, я так думаю, мировой, для того, чтобы поддерживать именно вот это направление. И резолюция, которая, в общем, разрабатывалась в течение двух дней, в общем, говорит о том, что спорт сегодня играет, совершенно правильно было сказано в начале, роль не только, в общем, голов, очков и секунд, но и что-то другое. Я думаю, что это по влиянию, наверное, сейчас одна из самых серьезных тем. Отношение к вам, как к представителю российского спорта, к представителю российской политики, указывалось ли на что-то, на какие-то недостатки? Или, может быть, вы что-то почувствовали, какой-то негатив в себе? Да нет, у меня все нормально, я всех знал, практически со всеми общался, в общем, много приехал представить большого спорта из Америки. Это национальная футбольная лига, американский футбол, это представители национальной хоккейной лиги, присутствовали. Это члены МОК, опять же, это президент паралимпийского комитета, удалось с ним пообщаться. Много тех людей, которые, в общем, мне знакомы, их знаю давно, в общем, я не почувствовал какое-то напряжение поначалу, но, в общем, в разговорах много что прояснилось. Я, конечно, не предполагал формат вот этого мероприятия, заявлений каких-то, да, но вот я в двух панелях поучаствовал, в общем, внес какие-то свои предложения в плане, там, в общем, кстати, одно из главных, у всех выступающих тем было, это равенство. Это невозможность дискриминации в спорте и все, что связано, в общем, с равными возможностями. Как раз вот после одной из сессий, где мы с Крэйвином были за одним столом, я говорю, слушай, я говорю, а... Дискриминированность, я не приемлю коллективной ответственности, здесь, наверное, тема, которая требует серьезнейшего, в общем, обсуждения, в общем, даже если, ну, взять пример любой страны, если спортсмен тренируется, честно готовится к Олимпийским играм, а даже его со-граждане что-то там плохое делают, во-первых, как ты можешь на это повлиять, во-вторых, почему ты должен за них отвечать, то есть, тем более, спорт не предполагает коллективных ответственностей как таковых. То есть, тема в этом смысле есть, но я его задал вопрос, я говорю, а насколько у тебя было фактов, чтобы принять такое беспрецедентное решение? Я говорю, мы находимся сейчас в святом месте по приглашению Папы Римского, я говорю, ну вот говори, как на духу, да. А говорит, у меня было достаточно фактов для того, чтобы принять это решение. Проблемы у нас есть? Проблемы есть, они везде есть, и мы должны понимать, что система создана достаточно давно, или мы в нее встраиваемся и понимаем, как с ней дальше жить, или, в общем, будем иметь такую головную боль постоянно. Система, как вы говорите, о системе применения отношения к допингу здесь у нас, в России? Вообще, она в мировом смысле, она существует. Та же ВАДА была создана по инициативе. Ну, кстати, одна из тем, я с Томасом Бахом ее на коротке так озвучил. Он говорит, слушай, ну, в общем, проблема у нас Россия и всемирные эти допинговые агентства. Я говорю, слушай, ну, может быть, если бы не было одной проблемы, не было бы и другой. Вот, на самом деле, вот, такая странная история, все-таки, что ВАДА была создана по инициативе предложения Международного Олимпийского комитета. Международный Олимпийский комитет пригласил решение этой проблемы государства, участников Олимпийского движения, и таким образом была создана организация Всемирного антидопинного агентства, которое, в общем, на приоритетных началах руководствуется. То есть 50% участников ВАДА – это члены Международного Олимпийского комитета, в том числе и президенты Федерации международных, включая спортсменов, все-таки, что там образован еще при моем участии комитет спортсменов, я наставил на этом. Все-таки, что мы, я говорю, эту организацию создали для того, чтобы определять политику спортсменов, и их участие должно быть обязательно. То есть я возглавил три срока подряд, это избранная должность комитета спортсменов во Всемирном антидопинном агентстве. Вторая половина этой организации – это министры, представители стран, те, которые получили полномочия от государства участвовать в работе. Идет ротация. Каждые два года, в общем, состав меняется. То есть и возглавляет ВАДУ член МОК. То есть мы понимаем, значит, или вы не доработали сами, что-то упустили, да, или что-то там происходит, то, что, в общем, требует серьезного разбирательства и вмешательства. То есть, ну, тема есть, она, конечно, требует такого разъяснения. Вот, тем более, в Ватикане как раз эта история произошла, где все, в один, еще раз хочу повториться, равные возможности, невозможности дискриминации и так далее, и так далее. То есть, тема есть. Ну, несколько дней назад ВАДА, по некоторым оценкам, было наделено беспрецедентными полномочиями. Можно ли говорить, что Россия в этой связи будет еще тяжелее российскому спорту? Ну, я думаю, тяжело будет по-любому. Все-таки же потеряв доверие, репутацию, в любом случае, это такой процесс болезненный, да. Нужно возвращаться, нужно встраиваться, нужно, в общем, ну, Виталий Смирнов, который наделен президентом полномочий, возглавит комиссию, чтобы приехал из Рео-де-Жанейро, в общем, с достаточно большим перечнем тех претензий, которые предъявил как Международный Олимпийский комитет к нам, так и всемирно найти допинговые агентства. И, конечно, не решив эти проблемы, которые, ну, насколько я понимаю, мы этот перечень не видели пока, да, вот, сложно будет как-то отстраивать отношения в дальнейшем. Вот, поэтому, я думаю, что вот и времени, самое главное, у нас не так много. Насколько всем известно, очередная сессия МОК, которая будет в декабре, она, в общем, может и принять вопрос к рассмотрению о неучастии нашей команды в следующих зимних Олимпийских играх. То есть, это тоже тема, которая требует, ну, моментального, так скажем, решения, действий, ну, и так далее. Ну, вдогонку чемпионата мира 2018 может коснуться каким-то образом? Ну, я уже комментировал не раз. Мне кажется, решение, которое было принято в FIFA, отменить невозможно при одном только условии, если там были факты подкупа и коррупции. Во всех других отношениях, я думаю, что, ну, это не та организация, которая поменяет свое мнение, и все-таки же было принято решение о том, что подписаны документы о взаимодействии FIFA и Российской Федерации как странные участницы, организатора чемпионата мира. Поэтому, я думаю, еще раз, ну, все эти спекуляции в пользу того, что у нас отнимут чемпионат мира, потому что какие-то у нас допинговые проблемы, я думаю, что не имеет никакого основания, еще раз, если нет каких-то коррупционных составляющих. Вернемся к ВАДА. Вы говорите в этой связи, что Россия потеряла доверие и репутацию. А сразу после Ватикана вы заявили буквально следующее. Даже при нынешней ситуации, потому что мы не участвуем в работе ВАДА, как постоянные члены, есть много инструментов, которые могут донести нашу позицию, предложить, утвердить что-то. Нужно держать руку на пульсе и быть в постоянном рабочем контакте. И далее, Россия серьезно отстала в этом, что во многом объясняет недопонимание последних решений, которые связаны с касанием наших спортсменов. В России, вы к кому конкретно имеете в виду? У нас есть специальный орган в виде министерства, у нас есть четыре членов Международного олимпийского комитета, у нас есть Национальный олимпийский комитет, у нас есть Федерация по ведомству спорта, они все являются частью международной системы. Еще раз говорю, что... То есть, что те, работающие в этих организациях, и прежде всего в Министерстве спорта, они не делали того, о чем вы говорите? Ну, за это расплатили спортсмены. Это их ежедневная работа, они обязаны это все делать. Доверие и репутацию, кто потерял прежде всего? Ну, я думаю, те, кто должны были взаимодействовать и понимать, что происходит в мире сегодня. Ну, еще раз, да, вот, я представлял, когда работал в АДИ, я представлял Совет Европы. То есть, я представлял Восточный блок и в свое время добился права получить дополнительное место как раз для тех, кто был дискриминирован, по нашему мнению, в начале нулевых, да. И в 2003 году я получил место дополнительное от Совета Европы. То есть, ко мне обращались там представители стран, которые считали, что что-то не так, для того, чтобы он мог донести эту позицию. То есть, сегодня представитель Совета Европы есть, по-любому. Насколько я знаю, заместитель, один из заместителей министра спорта, каждый раз ездит на сессию в Монреаль, присутствует, но без права голоса, но, по крайней мере, он имеет возможность донести свою позицию. Есть возможность переписки электронной, всякой другой, которая фиксирует позиции той или иной стороны. То есть, ты, если что-то не согласен, можешь направить письмо, а еще лучше полететь в Монреаль, где там постоянно работают люди в разных департаментах, если так грубо, да, по разным направлениям, и оставить свою позицию. Ну, в случае с Мельдонией, если такой он, наверное, самый наглядный, то есть, Мельдонией попал под мониторинг задолго до того, как был объявлен препаратом запрещен. То есть, когда мы понимаем, что в той ситуации, особенно международной, определенный препарат, который является в аптечке каждого спортсмена Российской Федерации, как многие говорили, как витаминка, да, то, значит, я должен понимать, что хороший шанс, что этот препарат будет введен в перечень запрещенных. Значит, что я должен был сделать, да? По крайней мере, объяснить специалистам, которые там работают, что это, в общем, ну, не допинг, как мы потом начали, да, кричать. То есть, не сделано было это, не сделано было это? То есть, мы должны были бы полететь туда, должны были бы отправить специалистов, должны были бы направить официальную ноту какую-то, да, но, по крайней мере, еще проверить и кумулятивный эффект этого препарата. Все-таки, конечно, на коробке написано, что выводится в течение, по-моему, 48 часов, да? А никто не считал, что если ты уже на этом, на витаминке сидишь уже несколько лет, то, скорее всего, это не 48 часов, а, может быть, 48 недель. Значит, есть институты здесь в стране, которые могли бы взять препарат и его, по крайней мере, изучить на момент накопительного эффекта. То есть, и заявить в ту же ВАЗу, сказать, слушайте, мы принимаем все это решение, ну, по крайней мере, может быть, не с 1 января 2016, а с 31 декабря 2016 года мы готовы, в общем, признать, да, потому что спортсмен же не виноват, он же был не запрещен. Ну, и много того, что, в общем, произошло в Затуре. Могли, должны, были обязаны, хотя бы, попробовать, но, в общем говоря, не сделано было ничего в результате, за доверие, за потерю доверия и репутации, как вы говорите. Ну, и не пошли апеллировать по решению Международной Федерации Легкоатлетики тоже, да, насчет дисклификации при остановке участия спортсменов. Это было бы за несколько месяцев до Олимпиады, мы могли бы доказать свою позицию. Тоже, в общем, упущение, я считаю, руководства спортивных наших всех ведомств. За потерю доверия и репутации расплатились спортсмены, вот и того, и зима. А должны ли все-таки расплатиться чиновники? Я поставлю вопрос прямо. Вы считаете, что Виталий Леонидович должен подать в отставку после всего, что произошло? Некорректно задавать вопрос мне, по разным причинам, да. Вот мы с вами как двое мужчин, да, мы как-то абстрагируемся прямого. Ну, наверное, надо и ему вопрос задать, этот мужчине, насколько он чувствует себя в этом смысле, но... Он как-то заявлял, что вот я готов уйти в отставку, но такое ощущение, что как бы его кто-то не отпускает. Больше сказал, что если у Олимпийцы наши не поедут, то я точно уйду. Ну, не поехало 150 человек. Понятно, там МОК принял решение о том, чтобы допустить. И то много спортсменов, которые, опять же, отбыв наказание, это закон вообще, который принят всеми общественными организациями международными. Да, если человек отбыл наказание, то он уже не виновен. То почему-то к нам это опять применилось. Вот, ну и много чего, короче. Ну, а то, что произошло с параллелемпийцами, то вообще, я считаю, это тема, которая, ну, запредельная, по крайней мере. Ну, я бы, наверное, провалился на месте, если бы это произошло. Ну, никто не провалился, и ничего не произошло. Почему Виталий Иванович такой непотопляемый министр спорта? Ну, не знаю, ну, что-то ко мне вопросы-то все. Мэр хорошо плавает, держится на воде. Ну, всеми стилями умеет плавать. Ну, это же такая вещь тоже, не каждый это может. Ну, все же поговаривали, да, что это рано или поздно произойдет. Кто-то, вот, более радикально, говорит, что это произойдет буквально на днях. Не владеете ли вы какой-то информацией по этому поводу? Ну, я вообще не привык комментировать какие-то слухи, мысли. Ну, произойдет, значит, произойдет, наверное, по факту нужно будет. Другая история, кто может прийти. Такая история, да, ну, если говорить, что будет ли лучше от того, что произойдет эта смена. Вот, ну, я точно знаю, что, все-таки же, работа со всеми этими организациями и возврат доверия, в общем, должен быть, наверное, того человека, который, в общем, ну, известен, по крайней мере, понимает вообще, что происходит. Хорошо бы, что у него был опыт взаимодействия со всеми этими структурами. Вот, некий авторитет, потому что без этого сложно будет это все вернуть. Что-то, на что-то влияет вот должность министра спорта, да, вот есть система, которая заточена на результат. Ну, каждый чиновник отвечает там за свой толпоз, который должен давать урожай. Если он это урожай не дает в виде медалей, да, здесь у нас, то, значит, эта работа оценивается плохо, и в какой-то момент чиновник уходит, уступает место другому. То есть пестуются спортсмены, заточенные конкретно на медаль, да, и вот эти вот награды, квартиры, машины, все это тоже стимулирует спортсменов идти, ну, как бы, не спорт внутри себя, а вот именно медаль любыми путями. Поэтому, наверное, и льдоний, поэтому, наверное, и допинг, поэтому, наверное, и все, что произошло. Так вопрос-то в чем? В чем вопрос-то, я не пойму никакой. В чем вопрос? Министр спорта может сломать вот то, что... Сломать? Или может построить? Или построить, да. Ну, вообще, из этого такого массивного вопроса, ну, наверное, две вещи, которые я для себя понял, да, я точно знаю, что купленный результат очень дорого стоит. Вот, ну, естественно, если брать нашу систему, то, конечно, министр спорта в нашей стране – это главный человек. Уже все на второй план президент Олимпийского комитета, федерации, ну, и все, что происходит. То есть это главный человек, который, в общем, строит, рушит, создает или там взаимодействует, ну, и так далее, и так далее. Поэтому здесь... А этим главным человеком есть еще один самый главный человек, перед которым отвечает. Я думаю, что... Это был сам спортсмен. Ну, я думаю, что здесь, наверное, некорректно вообще сравнить эту ситуацию, да. Ну, человек, слушай, выиграл Олимпийские игры. Человек привез там чемпионат мира к нам в Москву, в Россию и так далее. Не, мы не об этом, наверное, говорим. Все-таки же... Я точно знаю, что спорт – это высокотехнологичное направление развития нашей страны, которое имеет еще мировую конкуренцию. Я точно знаю, что вот подхватить систему, которая создана, да, ее можно какое-то время двигать и так далее, да. Но все-таки же понимать разницу между первым и четвертым местом, да, не знаю в нюансах, что происходит. Не чувствую ее, в общем, фибрами, там, не знаю, души, кожи, не знаю, там, крови. Ну, наверное, сложно принимать правильное решение, опять же. Вот, с другой стороны, в общем, кажется, что, наверное, любой может сегодня встать на лавку хоккейную, поруководить, да, или там на футбольную лавочку, ну и так далее. Мне кажется, это такое некое заблуждение. Вот, ну, на самом деле, ну, еще раз, если возвращаться к вопросу, да, все-таки же у нас от министра спорта зависит все. Вот, и мы в свое время, когда я работал руководителем российского спорта, у меня не было ранга министра, но, в общем, эту тему очень серьезно обсуждали, и было понятно, что нужно было собрать разрушенное хозяйство, отстроить систему, в общем, собрать все под крышу, так скажем, государства, а потом раздавать уже тем, кто готов, готов это развивать в Кашмире, виды спорта развиваются федерациями. Это общественные организации, которые, в общем, ну, по-разному финансируются, да, там, из членов, финанских взносов, кто-то там, из большими компаниями, корпорациям, да, в редких случаях из бюджета, ну, и так далее. То есть мы предполагали формат частного государственного партнерства, то есть конфедерации, в свое время, для того, чтобы, в общем, те же антидопинги и все структуры, которые создавались, еще проектировались при мне, они должны были стать независимыми структурами, в коей мере не подчиняться напрямую, там, министру, допустим, да. То есть в этом же сейчас одно из самых обвинений. То есть мы должны были по плану после 2008 года в Пекине, в общем, уходить потихоньку в этот общественно-государственный формат, для того, чтобы, ну, во-первых, дать возможность развития, что у нас записано в законе, что видами спорта заниматься должны развитие федерации, которые, в общем, у каждого устав, если посмотреть, там, от производства шнурков до, в общем, строительства, там, небоскребов написано, все, что это разрешено. На самом деле, в общем, федерация занимается сборными. Даже вот из слова «министерство спорта» впервые за всю, наверное, историю шло слово «физическая культура». То есть стало такое узконаправленное, в общем, ведомство, которое занимается чисто национальными камерами. Тоже, в общем, в этом есть сейчас проблемы, которые требуют серьезного решения. Скажешь, я езжу по региону, я понимаю, что происходит на самом деле, общаюсь с людьми. Она становится еще серьезнее и неуправляемой. Вот тоже такая тема. ... к должности министра, который, как Вы говорите, решает все, и финансирование. Вот, пожалуйста, сокращение расходов на массовый спорт с 4 до 2,6 миллиарда практически в два раза заложено в проекте федерального бюджета на 2017 год. В то время как на профессиональный спорт сокращения всего лишь 6%. Вы считаете это правильно? Я считаю, что это неправильно. Или это государство, не государство ли, диктует и указывает министру спорта приоритеты в развитии спорта? Скорее всего, он диктует государству приоритеты, которые он считает... Где сократить? Где сократить, кого забрать и кому отдать. Я считаю, что безобразие. Мы должны сегодня все сделать. Он, увидев вот это, был удивлен тоже, по крайней мере, публично. И сказал, посмотрите, что происходит. Ну, вообще бюджет формирует министр, он приходит. И приоритеты в рамках бюджета, которые у него есть сегодня, это его право. И это тоже... То есть те, что сократить, это указывает... Конечно. Конечно. Это раньше, допустим, когда я руководил российским спортом, было бюджетная роспись, где было расписано по направлению. Я не мог даже в рамках отрасли перераспределять деньги туда, куда требовалось. Да, я заранее должен был все это спланировать. Не дай бог, я не выполнил то, что было записано и утверждено правительством или... Хорошо. Сокращение, общее сокращение по статьям, там, где-то в пределах 10%. В какой пропорции вы урезали бы свое финансирование, если бы вы были министром спорта? А какое свое? Что значит свое? Ну, если бы вы были министром спорта. Ну, еще раз тебе... Я понимаю, вопрос некорректный, как всегда. Да, он некорректный, но по двум причинам. Здесь все-таки мы понимаем, что тема, она такая острая. Я точно знаю, что не вкладываясь сегодня... А регион у нас имеет разное развитие, в том числе и финансирование, да? И когда я понимаю, что футбольная команда второй лиги имеет бюджет больше, чем на весь спорт в регионе, я понимаю, что что-то не то. Самое главное, что от этой второй лиги никакого толку нет. То есть это некая такая ситуация, которая сегодня забирает деньги из бюджета. Мало того, сейчас в Госдуме находится закон, который как раз разрешает сегодня губернатору платить из бюджета расходы на содержание профессиональных команд. Вот при том, что сегодня идет сокращение на детский спорт, мы еще внесли закон, который позволит сегодня таких... Еще больше забирать. Еще больше забирать. То есть я считаю, что это то, что мы выбрали стратегию неправильно. При всем при том, что министр нам заявляет на одном из заседаний президентского совета, что у нас 70% инфраструктуры общеобразовательных школ, куда я считаю, должен спорт уйти массовый. Прежде всего, они соответствуют никаким критериям. То есть мы понимаем, что мы должны сегодня распределять бюджет таким образом, чтобы он решал проблему по ее приоритетности. Я считаю, что детский спорт это не только галактики, секунды и будущая победа. Это сегодня профилактика наркотиков, алкоголя, табаку. Это сегодня возможность вернуть детей из виртуального мира на грешную землю. Это воспитание успешности. Это экономический эффект. Мы сегодня точно знаем, что любой вложенный УЕ в мире дает трехкратный эффект на здравоохранение. То есть мы говорим сегодня о спорт. Папа не просто так сегодня собрал большой спорт и заявил об этом. То есть мы говорим, что это откуда должно пойти? От детей. Я точно знаю, что ребенок, систематически занимающийся спортом в зашкольном возрасте, к 12 годам, у нас научно обоснованные данные есть, вырабатывает у себя иммунитет ко всем вообще стимулирующим моментам в жизни. То есть не притронется ни к алкоголю, ни к наркотику, ни к табаку. И мы понимаем, что это сегодня должно быть главной, приоритетной политикой государства. А эту политику должен провести кто? Министр спорта, да? Министр. Но насколько он, я понимаю, наделен всем этим полномочиям, у него все эти вещи прописаны. Должен в ваш взгляд вообще государство финансирует профессиональный спорт? Представим себе, Леонель Месси получает деньги из бюджета. Ну, Леонель-то не отказался бы от него. Ну, я бы думаю, что люди, которые его так любят, не были бы очень счастливы в Испании, что деньги забираются у них и платится какая-то зарплата. Ну, я думаю, что при всей... Он же получает не из бюджета деньги, он же получает деньги от спонсоров, которые зарабатывают по-другому, да? Если брать спорт олимпийский, я думаю, что наша ситуация – это обязанность государства сегодня. То есть, федерация, чтобы мы понимали, да, практически на 100% финансируется из бюджета. Сборы, экипировка, соревнования. То есть, это то, что сегодня, в общем, требует поддержки. Мы еще не доросли до того, чтобы большой бизнес, в общем, и возможность собирать взносы со спортсменов, как в многих странах происходит, мы к этому еще не готовы. Мы должны эту систему утвердить, построить. Там не такие, в принципе, большие деньги для того, чтобы национальные команды функционировали. Все остальное, в общем, должно быть за счет системы соревнований, подготовки на местах, ну и так далее. То есть, в свое время был предложен закон как раз о спортивной подготовке, который разделял полностью спорт высших достижений. Если детская спортивная школа наша должна соответствовать инфраструктурой, тренерскими кадрами, методиками современными, научно-медицинским, допинговым сопровождением, системой соревнований, совершенно другая зарплата должна быть у тренера. Если государство отчитывается перед народом медалями, значит, это госзаказ. Значит, люди, которые этим занимаются, должны иметь некий статус выше тем, чем тот, кто занимается массовым спортом. А тот, кто занимается массовым спортом, должен получать за массовость, за то, что он привлек, увлек как можно больше детей и молодежи в это дело. И получать деньги с привлеченных, с родителями. Конечно. Но я не уверен в этом, насчет того, что... А если он получает такую нищенскую зарплату, как он? Значит, мы говорим, что это должно быть идти на уровень общеобразовательных школ. Я вот прошел сейчас избирательную кампанию. Один из главных вопросов – это дискриминация по социальному признаку, особенно дорогостоящих видов спорта, таких как хоккей. Сегодня семье купить клюшку за 100 долларов условно – это большие деньги. А коньки еще дороже. То есть мы понимаем, что ребенок, который сегодня родился и живет в такой семье, он никогда не станет хоккеистом. Значит, мы должны эти коньки и клюшку дать ему в школе. И дать возможность ему вовлечься в процесс. А тогда тренер, который занимается профессионально, должен прийти в школу, посмотреть соревнования, игры между классами и так далее, спросить учителя физкультуры, вроде парень талантливый, что скажешь. И потом его забрать опять в детско-спортивную школу, опять дать бесплатно коньки, клюшки и все, что связано с... Это когда-то было в СССР? Это было. И мне кажется, что мы сейчас к этому должны вернуться обязательно. И это очень важное социальное направление развития государства, общества в целом. И народ поддерживает. Это когда вот общаешься, при всех тех сложностях, которые есть во время встреч, один на один с людьми, когда начинаешь объяснять, они все понимают, что вложение в детей, возможность их утащить от влияния улицы, и, наверное, это все здравомыслящие люди обязательно поддерживают. Ну, это, конечно, хорошие, красивые, добрые, громкие слова. Ну, кстати, я открываю... Чтобы не было громких слов, открываю академию в конце года Домодедова, академию Фетисова, где мы экипировку таким детям будем выдавать. Мы уже этот вопрос проговаривали. Туда будут приезжать лучшие специалисты, там будут мастер-классы, детские лагеря проводиться, в общем, лучшими людьми, которые будут приезжать в Северную Америку, из Европы. Там будут внедряться новые технологии, ну, это чтобы от слов конкретики перейти. И мне кажется, что, допустим, на уровне Московской области, где губернатор Андрей Воробьев очень четко понимает то, о чем мы говорим сегодня, мы попробуем создать развитие регионального спорта как такового. То есть мы понимаем, что этой системы тоже не существует. То есть строится каток, где-то в Сибири, построены, деньги потрачены, а как это встраивается в систему, никто даже об этом не подумал. Какие там люди работают, какие методиками они владеют, какая система соревнований, есть ли у детей автобус, чтобы ездить на игры, ну, и так далее, и так далее. То есть этого тоже сегодня нет. Поэтому... Каких-то тренеров на работу, да? Да, конечно, мы уже ведем отбор. Как это вы будете решать проблему мотивации тренерского состава не брать денег с родителей, которые хотят чадо свое, значит, с любительского... Через подкаточки, да, через... Удобно, да, перевести на профессиональность. Подкаточки-то так все, это цветочки. А вот тренера, которые приезжают от профессиональных клубов, вы знаете, сколько стоит перевести ребенка? Не знаю, сколько стоит. Ну, скажите людям, чтобы они хоть понимали. Я хотел у вас спросить. Откуда я знаю? Я хоккеем не занимаюсь, поэтому это не моя тема. В Москве, в Москве, я не знаю. И в Москве не знаю. Это, наверное, вопрос к президенту Федерации больше о том, что... Хотя, будучи сенатором, я в то время руководил комитетом комиссии, она называлась спортивной, мне ко мне приходили письма огромное количество. Я пригласил людей на круглый стол в Верхнюю палату парламента. Как раз московские... По этой проблеме? Да, московские председатели комитетов родителей, да, пришли с разных сторон. Ну, в общем, они мне сказали, что в то время, это было лет шесть назад, что рынок подкаток и все, что связано с дополнительными платами, это где-то под сотню миллионов долларов они посчитали. Вот мы вот с друзьями иногда катаемся на одном катке. Ну, вечером в десять часов катаемся, извини, я дорасскажу сейчас. В десять часов катаемся, где-то полтора часа, а потом сидим, там чай пьем. В десять мы катаемся, а потом в одиннадцать-тридцать приходят дети на подкатку. Вот мы уже там полгода катаемся. Вот я смотрю этих людей, вот этих тридцать муравьев, ну, они ничего не прибавили, ну, а каждый родитель с нетерпением ждет какого-то результата, потому что с тридцати людьми подкатка ничего не дает детьми. То есть надо обратить внимание, я вот сам люблю проводить эти мастер-классы, я беру человек пять-шесть максимум, да, мне интересно, как он катит, как он тормозит, как он принимает шайбы, как бросает. Я могу ему что-то помочь. Даже одно такое занятие, когда ты знаешь, что нужно скорректировать, дает больше эффекта, чем вот это ежедневное. То есть парадокс, да, тренер на подкатках не заинтересован для того, чтобы у ребенка был прогресс, потому что он тогда не будет ходить на подкатках. Кстати, вы сами затронули эту тему, что в десять часов, это вот ночная лига, да, так называют? Нет, не ночная лига. Нет? Ночная лига – это проект, который… Это отдельная тема. Это хоккей сейчас очень популярен среди чиновников и среди бизнесменов. Ну, естественно, потому что президент фактически хоккеист. Вот эта проблема, вот эти люди, которые приходят, арендуют лед, это часов, наверное, с шести, с пяти… Я не говорю, с какого часа? Ты не понял? С восьми. С восьми вечера. С восьми, с восьми вечера. Они не забирают время, которое на льду могли бы проводить вот эти вот муравьи? Ну, муравьи проводят после школы как раз, наверное, до восьми часов. Все-таки же ребенку надо отдыхать, в десять часов кататься. То, что я вижу, это, наверное, безобразие, по большому счету. Хотя проблема льда, она существует. И если вспомнить наше время, в Москве было всего три крытых катка. Вот сегодня их порядка полпятидесяти, по-моему, да, и то нехватка льда. Поэтому здесь, ну, и с другой стороны, лед, это очень дорогостоящее вообще предприятие, да, требует. И обычно это ложится на ответственность муниципальных властей. Поэтому ничего страшного нет, если катки зарабатывают для того, чтобы, в общем, и содержать в соответствии, ну, и так далее, и так далее. Поэтому здесь, я думаю, что, и с другой стороны, эффект этих мужиков, которые после работы приходят. Вот мы были с президентом как раз при открытии ночной лиги в Перми. Вот после этого был чай пить, и эти мужики пришли с женами. Вот один вопрос говорит, спасибо большое, бросили пить. У них появилась цель, копят на клюшку, там, коньки лучше хотят купить, да. Ну, это тоже социально важный такой проект, который, в общем, приведет нас к чему? Ну, к здоровью, к какому-то нормальному семейному времяпровождению. Все-таки в Сочи на финал приезжают команды, порядка ста команд с семьями, с детьми во время весенних каникул, в общем, на олимпийских объектах проводят это соревнование, праздник. И точно эти мужики приведут своих детей, внуков в спорт. Ну, мы опять говорим, что это не только сегодня голландские секунды, это, в общем, воспитание успешности, по большому счету. Я ничего плохого здесь не вижу. Да, нет, конечно. Ну, как бы и все рядом, все рядом кто-то там... Ну, самое главное, с чем тоже эффект, да, что вот президент, в общем, поддержал идеи. И вот мы, легенда, как вот нас называют, вот, мы в процессе. Мы создавали эту лигу, мы ездили по регионам, мы пропагандировали то, что сегодня стало большим движением. То есть и вот это такое содружество, да, мегазвезд мирового хоккея и, в общем, простых людей, которые эту игру любят, это, конечно, тоже определенный эффект, и все заработало, заработало сегодня. Это одно из самых таких массовых и качественных вообще движений спортивных вообще в мире, я бы так сказал. Ну, хоккея, кроме здоровья и отлучения от алкоголя, еще помогает, наверное, продвинуться карьерные вещи, решили какие-то бизнес-проблемы, да, вот вы играете в спортивном клубе Бриз, там играет, вот, уважаемый губернатор Подмосковья, кто-то еще, куча бизнесменов, политиков, да, вот расскажите об этом. Ну, вообще, мне мечта была в 2002 году, когда я возглавил российское спорство, в общем, ну, понятно, что я не имел права морально, так скажем, больше всего вкладываться в спорт, в котором я вырос, да, но я понимал, что это то, что людям очень нравится. Ну, и так получилось, что, в общем, думал о том, как можно больше людей поставить на коньки. И очень важно, чтобы глава региона, губернатор, человек, который работает в правительстве, понимал, насколько это важно. Конечно, здесь тоже некий лоббизм интересов, того, что, в общем, нужно не мне и не ему, а детям, молодежи и вообще будущему страны. Поэтому я думаю, что вот это такая вещь, которая, она только помогает, помогает тому, что происходит. И ничего тут плохого нет, что ребята после работы, я работал чиновниками, я понимаю, какая вот эта нагрузка психологическая, и вот возможность, в общем, расслабиться, разговаривая с президентом, говорит, что, говорит, ну, это, говорит, возможность мне просто отключиться на период игры от всего, потому что на лыжах катишься, думаешь, поднимаешься на горку, думаешь, плывешь там, каждый день думаешь, а здесь, а здесь ты что-то новое все время получаешь, научился бросать. А я могу там отключаться. Я не знаю, никто не говорит, что это плохо, да, мужики пришли, чиновники, почему нет. Но вот я тоже хочу в Брис попасть, попить чай с президентом, ведь наверняка кто-нибудь, он отключается, а ему говорят, Владимир Владимирович, вот тут такой вот, это все-таки бизнес-клуб? Это спортивный клуб людей, которые успешные в бизнесе, в политике, где, в общем, очень удивительная атмосфера сама по себе, да, вот, я не думаю, что туда ходят для того, чтобы грузить друг друга, туда ходят для того, чтобы, в общем, получить какое-то удовольствие от общения, от спорта, все, что происходит, помимо работ, я думаю, что это тот формат, который в мире вообще общепризнан, если вы уже говорите об этом, да, есть всякие кантри-клубы, гольф-клубы, куда люди приходят после рабочего дня, выходные дни, в общем, общаясь, какие-то, может, вопросы решают, но в основном это то, что, в общем, позволяет, позволяет расслабиться и отлезть от того, что тебе грузит... Как принимаете? Что принимаете? Или прием ограничений? В Мельдоне мы не принимаем, нет, да. Нет, вы чай пьете уже, да. Чай пьем, да. Это крепкий. В Брис, как попасть в клуб Брис? Это частный клуб, поэтому здесь... Сколько стоит фарма в мире? Ну, как это говорится, это же не в цене находится вся вот эта идея, да, а в том, что есть рекомендации, по крайней мере, трех членов клуба, которые имеют уже стаж для того, чтобы принять кого-то членом этого клуба. Здесь ничего другого нет. Поэтому это нормальный формат, я считаю, и поэтому создается эта атмосфера, куда-то ходишь прийти, проводишь там много времени, потому что тебе... Там нету случайных людей. Уровень владения коньками и клюшкой, и шайбой, он оценивается или предусмотрены выпадки? Да при чем тут это? Здесь же не об этом. Вот мне радость доставляет, знаешь, что вот когда я вспоминаю человека, который пришел в возрасте, еле стоял на коньках, а сегодня он катит, он сегодня играет в пасы, он сегодня бросает по воротам, он сегодня получает радость такую, как и я. И я вот глазами, ощущениями, чувствами этих людей эту игру люблю, в общем, так же, потому что мне здесь результат здесь ни при чем. Если то, что ты понимаешь, что человек пришел, ему это нравится, он в это влюбился, он не пропускает ни одного дня, потому что он уже планирует свои какие-то планы, да? Он в хоккей-то должен играть? Да он играет! Или бы просто посидеть в обществе президента Воробьева? Послушай, что ты думаешь, президент каждый день играет? Если мы там раз в какое-то время с ним покатаемся, ну о чем мы говорим-то? Он, наверное, хотел бы каждый день играть, но я не представляю с такими нагрузками. Но есть возможность людям собираться и играть. Почему нет? И здесь такая тема очень мужская. А научиться? Научиться. Все-таки же наша задача как раз и построить игру так, чтобы все в нее играли. Не просто я взял шайбу и один вожу, выпендриваюсь, да? А так сделать, чтобы все играли. И все поэтому растут, у всех есть прогресс, все получают удовольствие. Это уже наше мастерство. Тех людей, которые мастерством этим обладели в общем совершенстве. И как раз все получается. Получается удовольствие, получается результат, получается команда, взаимоотношения, все, что с этим связано. А кроме спортивных результатов, все-таки результаты карьерного плана, бизнес-плана, что это не помогает? Что вы имеете в виду? Общение на таком уровне? Обмен опытом, поддержка друг другу. Ну это любое сообщество, оно предполагает, наверное, да? И здесь, опять же, ничего тут такого. Здесь ничего такого нет. Да, а кто руководит плана? У нас есть президент клуба Сергей Кожегеда Шойгу. Он его создавал в свое время. Вот. Здесь почетный президент Юрий Леонидович Воробьев, его коллега, с кем они прошли. Славный путь, его бы стали героями нашей страны. В общем, люди уважаемые, случайных людей там нет. Так что... Ну и финансируется, наверное, не из бюджета, да? Это частные, частные, да, есть ежегодные взносы. От каждого члена? От каждого члена. Вот. Не расслуживание? Ну зачем? Ну, опять же, ничего там такого сверхъестественного нет. В общем, в рамках нормального. Почему вы бросили хоккей? Это, кстати, вам пошло на пользу. Вы одновременно бросили и курить. Почему сейчас не задействованы в Федерации хоккея? Ну, это вопрос не ко мне, наверное. У нас есть президент, которого в свое время я посадил, наверное. Ну, поспособствовал его президенту. Ну, не знаю. Мне казалось, что ротация должна быть, опыт разный должен использоваться, знания и так далее, и так далее. Все-таки, ну, не знаю. В общем, как-то все так интересно происходит. Такая общественная организация за забором. Вот что-то там решается, что-то потом озвучивается. А что сейчас ближе все-таки? Вот хоккей или политика? В каком смысле? В хоккей я играю 4-5 раз в неделю. Это об этом разговор? Ну, это вот... На работу хожу, на работу хожу каждый день, в общем, занимаюсь. Решать проблемы российского хоккея? Знаешь, я что хочу сказать в этой связи, да? Ну, мой опыт, он уникален, да. Не знаю. Игрок неплохой был, да? Капитан команды долгое время. Он на Западе поиграл, тренером поработал. Взял спорт, когда он был вообще в развале в полном, да. Сенатор 8 лет, сейчас избрался депутатом. Вот я точно знаю, что опыт мой, мой, да, в общем, наверное, пригодился бы любому. Говоря о том, что, в общем, понимание системы, отношение с внешним миром, авторитет, да. Ну, к сожалению... Вы сейчас не востребованы? Я думаю, нет, но не знаю, сейчас я вот избран первым заместителем председателя комитета по спорту Госдумы, но посмотрим, все-таки шмы, опять же, мы не собираемся кого-то там... Кстати, зачем вы пришли в Госдуму, скажите? Шмырить или там, не дай бог, просто есть то, что можно попытаться предложить вообще на перспективу развития спорта, что знаю систему не понаслышке, вот, изнутри, извне и так далее. Ну, посмотрим, как это получится. Вот, наверное, за этим я и пришел в Госдуму, хотя поначалу и не думал каким-то образом соприкасаться с спортом, но, в общем, потом, пообщавшись с коллегами, в общем, принял решение, что, в общем, есть еще одна возможность повлиять на ситуацию. Вы не собирались в Госдуме соприкасаться со спортом? Ну, напрямую именно с комитетом. Ну, я думал, что... Каким вопросом не входили? Ну, я думал, мой опыт пригодился бы в комитете по образованию. Я считаю, что школьный спорт и студенческий спорт – это то, что должно было, должно стать в нашей стране, в общем, и социальным лифтом, и здоровьем нации, и благополучием социальным, воспитанием, успешность, ну, о том, о чем мы говорили. Вот, ну, теперь попробую на уровне парламента, в общем, позаниматься тем, что, в общем, знаю очень хорошо. В том числе, наверное, и международные какие-то дела, в том числе, наверное, и отношения с теми структурами, которые нас сегодня, в общем, прессуют. Ну, посмотрим, что получится. Сам Бог велел, и даже Папа, вот, сейчас будут голосования по бюджету. Вот, те сокращения на массовый спорт, будете ли вы одобрять их? Ну, мы, по крайней мере, должны будем пригласить людей, которые этот бюджет формировали до того, как мы пришли, пусть они объяснят, почему они приняли такое решение, ну, и, наверное, на основании этого будем, в общем, носить свои предложения, так скажем. Спасибо.